Насколько лет не откачивалось? Я оттуда отгребаю. Каким образом? У вас поддон на месте сгнил. Даже несмотря на то, что на дворе зима, воздух на улице Лизы Чайкиной свежим не назовешь. За последнее время количество частных домов здесь увеличилось в разы. Однако заботиться об элементарной гигиене местные жители в большинстве своем не хотят. Локальные очистные сооружения здесь большая редкость. В основном биологические отходы сбрасываются в выгребные ямы. Но это еще полбеды. Гораздо хуже, когда зловонные ручьи попадают в ливневки или попросту стекают на грунт. С выгребной ямы, которая находится на территории домовладения, перелив жидких стоков выходит на рельеф конкретно на улицу. В ливневочку и в море. Терпеть подобную ситуацию больше не станут. По поручению первого зама мэра Мугдина Чермита, рейды по выявлению нарушителей природоохранного законодательства проводятся практически ежедневно во всех районах города. Имидж лучшего российского курорта не должен страдать из-за халатности и жадности некоторых застройщиков и владельцев частных гостиниц. Как правило, у нас жители недобросовестные, которые не соблюдают законы Российской Федерации, просто сбрасывают эти стоки в ливневую канализацию, либо на грунт вообще. Вот сегодня группы в составе водоканала, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, администрации города выехали и выявляют. Работа межведомственной комиссии ведется с прошлого года. Ее инициировал заместитель полпреда президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Гурба. В каждом районе города были созданы рабочие группы. В Адлерском специалисты проверили порядка 4 тысяч объектов. В Центральном – 1600, в Хосте – 950 и 5600 объектов в Лазаревском районе. Всем нарушителям природоохранного законодательства сначала выдаются предписания. Кто не выполнит, будет оштрафован и отключен от водоснабжения. Законное право у проверяющих на такие меры есть. Если даже после этого нарушения не будут устранены, собственника могут привлечь и к уголовной ответственности.